Из этого выпуска вы узнаете о прогнозе курса доллара с 9 по 13 мая 2022 года, хоть и будет 2 дня выходных в начале недели. Далее, какие факторы влияют сейчас на рубль и какие новости будут влиять на рубль 13 мая. Друзья, приветствую вас на моем канале, без долгого вступления перехожу к теме видео. Итак, по данным валютных торгов Московской биржи, 6 мая курс доллара поднялся до 69 рублей, а евро в этот день торговался чуть более 72 рублей. Такое укрепление рубля произошло по нескольким причинам. Во-первых, сейчас из-за санкций нерезиденты практически не участвуют в торгах на бирже, и они не могут инвестировать, лишь только выполнять обязательства по контрактам, а это значит, им нет смысла продавать доллары, либо же евро. А вторая сторона этой медали, это если у нерезидентов есть какие-то активы в России, они не могут продать рубли и купить валюту, чаще всего это бывают доллары. Второй фактор укрепления российской валюты, это обязательство экспортеров продавать 80% своей валютной выручки. Ранее сырьевые экспортеры должны были продавать полученную валюту в течение трех дней, сейчас же этот срок продлили до двух месяцев. И за счет этого спрос на покупку валюты меньше, чем ее продажи. Даже Центральный банк России за последние месяцы валюту не покупал. Валюта нужна лишь только для расчетов по контрактам, но сумма этих контрактов значительно меньше, чем сумма продажи экспортерами валютной выручки. Кроме того, участники рынка, видя такое сильное укрепление рубля, стали все больше говорить о возможном скором смягчении со стороны Центробанка, введенных ранее ограничений на валютной операции, что должно приостановить рост национальной валюты, который в перспективе может негативно сказаться на доходах как компаний-экспортеров, так и российского бюджета в целом. И наконец свою негативную роль сыграл и календарный фактор, то бишь участники рынка активизировали покупку валюты перед четырехдневными выходными днями. Вместе с тем, ожидать заметного ослабления нацвалюты в ближайшее время тоже пока что не стоит, так как на внутреннем валютном рынке сохраняется валютный навес со стороны экспортеров в условиях низкого спроса на валюту из-за заметного сокращения импорта и введенных ограничений на капитальные операции для нерезидентов. Кроме того, поддержку рублю оказывают и растущие мировые цены на нефть. Цены на нефть продолжают расти в последний торговый день на сохраняющихся опасениях, что рынок столкнется с дефицитом предложения. Стоимость фьючерсов на SwordBrand на лондонской бирже составляет 113 долларов за 1 баррель, что на 2,17% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цены фьючерсов на нефть марки VTI составляют к тому времени 110 долларов за 1 баррель. Что на 2,45% выше итогового значения предыдущей сессии. И с самого начала торговой недели нефтяные котировки выросли более чем на 5% и они смогут продолжить рост на текущей неделе. Тем временем европейские государства готовятся ограничить импорт нефти из России. Власти США между тем объявили о намерении начать покупку нефти на рынке для пополнения стратегического резерва. И как ожидается, Минэнерго начнет принимать заявки от продавцов уже этой осенью, хотя реальные поставки начнутся немного позже. У постпредов стран ЕС есть несколько дней для достижения соглашения по поводу введения запрета на импорт нефти из России. Если говорить точнее, то им осталось 4 дня. И как заявили главы ЕС, они будут решать этот вопрос после 9 мая. И вот нам известно, что такая за дата 13 мая. В этот день страны ЕС должны определиться, будут ли они покупать российскую нефть за рубли или же нет. И по моему мнению, после 13 мая рубль начнет дешеветь опять. И если же все еще остались желающие сбежать в доллар, то 13, 14, 15 мая это для вас будут лучшие даты, чтобы купить доллар. Дополнительным давлением на рублевые активы оказал также фактор пятницы. Его действие усилилось тем, что россияне вновь уходят на длинные праздничные выходные. Следующая сессия откроется лишь только в среду, 11 мая. И опасаясь реализации в предстоящие дни каких-либо рисков, многие участники рынка выходили из рублевых активов в иностранную валюту. Или же просто увеличивали в ней позиции. Ну и напоследок перейдем к прогнозу курса доллара. Сейчас в данной ситуации перед значимыми новостями сложно давать какие-то точные прогнозы. Во многом курс доллара будет зависеть от дальнейших действий Центрального банка. И по моему мнению, следующим шагом регулятора может стать разрешение экспортерам продавать валютную выручку, когда им захочется. Или же снижение ограничения с 80 до 50%. Также дальше, но не на этой неделе, мы с вами сможем увидеть серьезное снижение ключевой ставки вплоть до 10-11%. Это может произойти, несмотря на инфляцию. Потому что при серьезном укреплении рубля, рост цен в стране снижается, так как импортные товары при переоценке курса начинают дешеветь. И в ближайшую неделю курс будет колебаться плюс-минус от 2 до 5 рублей в обе стороны. Это зависит от того, продолжит ли Центробанк смягчать меры валютного контроля. Последнее послабление ЦБ России не смогли повернуть укрепление рубля вспять, что было бы желательно, поскольку уход среднего курса доллара в 72 рубля не выгоден с точки зрения наполнения российского бюджета. В то же время, опустив курс существенно за 80 рублей, будет государству труднее справиться с инфляцией. И в итоге курс доллара на этой неделе будет торговаться от 66 до 73 рублей за 1 доллар США. И на этом, если вам было полезно эта информация, то не жалейте вашего лайка под видео, а также не забывайте подписываться на мой канал. Увидимся с вами в следующем ролике. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok